Когда мы говорим о свободе слова, в частности о свободе интернета, слово, дело, действия и так далее, я вспоминаю Международную конвенцию по правам человека. То есть мы же всегда, вот наша оппозиция, когда ругает власть, все время показывает на Европу, на Америку и так далее. Так вот я хотел бы сейчас вспомнить о Международной конвенции по правам человека, и там сказано следующее, что свобода одного лица не должна нарушать права другого. То есть ты свободен делать все, что ты хочешь, тебя не должны ругать за твои политические убеждения, за твои взгляды, сексуальную ориентацию и так далее, я с этим полностью согласен. Но это не должно нарушать права другого человека. Для многих пользователей интернета свобода, это когда можно оболгать кого-то безнаказанно, сделать какие-то действия безнаказанно и остаться незамеченным. Я считаю, это не свобода. Свобода это тогда, когда ты, да, можешь делать, что хочешь, но не нарушать права другого человека, а здесь, безусловно, идентификация пользователя в интернете нужна. И она давно уже на самом деле существует, потому что даже если не логиниться через Wi-Fi, то определяется IP-адрес. Если мы приходим в интернет-кафе, то там тоже можно определить людей, идентифицировать. Если мы заходим с мобильных устройств, с астонарных компьютеров, это все делается. Есть специальное подразделение МВД, так называемое управление К, которое идентифицирует пользователя интернет с целью привлечения впоследствии к ответственности, если совершаются преступления. Я очень часто сталкиваюсь и в нашей, кстати, коллегии. Очень большое количество дел связано с нарушениями во всемирной паутине. И мы достаточно успешно этим вопросом занимаемся. Поэтому, безусловно, свобода должна быть. Нельзя преследовать по политическим соображениям, идеологическим, религиозным и так далее. Но если чьи-то права нарушены, клевета, распространение порочной информации, недостоверной, то у лица, чьи права нарушены, он имеет также право привлечь к ответственности лицо распространившее. Поэтому дело в том, что, может я очень долго, но я в заключении скажу. Очень часто наши права в интернете нарушаются людьми, которые себя не реализовали в жизни. Таким образом, они вымещают свою месть, обиду, злобу на успешных людей. И интернет это очень серьезный и сильный инструмент и ресурс. Поэтому, безусловно, его регулировать нужно. Не нарушая свободу слова. И я бы, еще раз подчеркнул, я бы ориентировался на Международную конвенцию о правах и свободе человека, которая говорит о том, что свобода одного не должна нарушать права другого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...